Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Осталось нам в ходе этой пятидневки последний раз вернуться на торги, чтобы оценить фундаментальную картину, посмотреть, как действует дальше, ну а потом уже со спокойной душой уйти, соответственно, на выходные, провести хорошо время и уже в понедельник с новыми силами вернуться на рыночные спекуляции. Давайте сегодня начнем традиционно с подведения итогов того, как показал себя рынок нефти. И сегодня мы начинаем с очень приподнятым настроением, потому что наконец-таки мы с вами дождались того самого серьезного отката по бренду EWTI, который, в принципе, может быть первым фактором, свидетельством того, что у нас открывается очень неплохая медвежья дорога к тому, чтобы мы зацепились уже за следующую поддержку, которая сейчас значится на уровне 45 долларов за баррель. И если уж мы ее сможем преодолеть наскоком, тогда впереди будет еще более серьезный уровень 40. Мы с вами ждали давно такого отката, находили фундамент, который еще несколько месяцев назад должен был бы привести к такому медвежьему ралли. Но вот рынок, как и всегда, выкидывает вот такие номера, как это было вчера, вроде бы как фон, а способствует тому, чтобы актив рос. Между тем мы как раз увидели доминирование на рынке не быков, а медведей. Клоус вчерашнего дня по бренду 46.50. Сейчас актив торгуется на уровне 46.89 и по-прежнему находится под давлением. Если подвести фундаментальные итоги прошлой торговой сессии, то мы следили за запасами нефти в США. Соответственно, это официальная статистика, которая, судя по реакции трейдеров, в последней неделе выступала одним из основных триггеров движения нефти. И делали прогноз, что если запасы снова снизятся, что вполне логично, учитывая сезонную картину, то тогда мы сможем увидеть привычную реакцию. Это желание трейдеров купить актив. Вчера вышли данные по запасам в соответствии практически с прогнозом. Они снизились. До этого я приводил вам ожидания агентства ПЛАЦ, которые считали, что запасы по официальным данным могут снизиться на 2 с небольшим миллионом. Фактически, минус 2,2 против прошлого спада на 4,05 миллиона. Контраст, конечно же, серьезный. Вроде бы как запасы не такие сильные. Но все равно это бычий фактор для нефти. И плюс ко всему, традиционно, помимо отчета по запасам нефти, еще публикуется статистика по добыче нефти в рамках американской экономики за прошлую неделю. И здесь также очень неплохой бычий сигнал для нефти. Поскольку добыча за прошлую неделю снизилась с 8,62 миллионов баррелей в сутки до 8,43. Но рынок, мягко говоря, полностью проигнорировал этот фундамент. Мы не увидели ни похода наверх, попытки засыпиться за какой-то уровень ближайшего сопротивления. Мы не увидели позитивной реакции на эту статистику в моменте. Мы увидели абсолютно то, что, наверное, мало было вероятно. То есть после выхода этих данных рынок пошел вниз. Я думаю, что все-таки мы как раз достигли той фазы перегрева, когда количество трейдеров, выступающих за необходимость распродажи этого актива, увеличивается, становится доминирующим. И все-таки мы увидели резонанс того самого фона, который копился на протяжении длительного периода времени. Не в конечном счете уже заранее создавал возможности для ослабления. Но вот это ослабление мы увидели сейчас. В процентном эквиваленте больше 6% слабости Brent в рамках вчерашней торговой сессии. Серьезное снижение. Мы уже находимся на минимальной отметке за 2 месяца. И поскольку в целом у нас фундамент, указывающий на то, что Brexit будет оставаться, главенствующая тема для финансовых рынков, мы будем возвращаться постоянно к новостному фону, связанному с тем, что эта ситуация и обстановка в целом в рамках Европейского Союза, распад, развал, там может быть ближайшие референдумы Северной Ирландии, Шотландии, может быть и Франция, соответственно, тоже предпочтет уже быть вне интеграционного союза. Сейчас неопределенностей очень много. И, как следствие, это, как я уже неоднократно отмечал, будет сказываться на темпах экономического восстановления, поскольку, прежде всего, будут страдать показатели промышленного производства. Плюс ко всему, мы понимаем, что уже готовимся к витку новых революционных войн, которые будут стимулировать ослабление национальных валют, что также может быть воспринято в качестве негативного сигнала для сырьевых инструментов, к которым относится, разумеется, и нефть. Другими словами, будем надеяться, что на этой неделе мы вошли в фазу коррекции, которая по прошествии еще нескольких торговых пятидневок станет самым настоящим трендом понижательного характера. И я хочу поблагодарить всех тех, кто не отказывался от короткой сделки тогда, когда вроде бы как было все уже безнадежно. Вы помните, маячило сопротивление 52, даже выше. И все равно я призывал вас к тому, чтобы не поддаваться на эти не совсем обоснованные локальные выпады, поскольку у нас по-прежнему есть достаточные сигналы, указывающие на то, что Brent остается одним из основных аутсайдеров ослаблевых рынков. Ждем поддержку 45 долларов за баррель при неизменности новостного фона, при продолжении резонанса прежнего фундамента. Я думаю, мы сможем добраться до этого рубежа чуть ли уже не на следующей неделе. Российская валюта против долларов. 64,26, поскольку ослабление нефти было, разумеется, существенным. Я считаю то, что и рубль также имеет серьезный потенциал для девальвации. И российская валюта еще не до конца отыграла, соответственно, этот фундамент. Точнее, практически еще не отыграла то снижение, которое мы наблюдали. Если говорить прямым текстом, скажем, отталкиваясь от динамики черного золота, я думаю, что справедливая сейчас котировка по паре доллар-рубль. Это выше 66. Сейчас мы видим 64,26, но я думаю, что с открытия торговой сессии сегодня медведи также навалятся на рубль и затащат уже к закрытию дня пару USD-RAP в район 65,65 и 5. Соответственно, у нас будет сигнал дальнейшей девальвации. Продолжим следить за нефтью и, соответственно, ставить на тестирование следующего сопротивления в районе 67 против доллара. То есть, и по паре доллар-рубль мы наблюдаем возвращение к прежнему тренду, который будет предполагать среднее долгосрочное ослабление рубля. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки 1,1082. В частности, вчера европейская валюта возобновила снижение. Против евро сразу выступил фундамент как национального происхождения из Германии, так и американская статистика. Если говорить про национальный макроэкономический фонд, данные по промышленному производству, соответственно, в Германии. Мы увидели спад на 1,3% в месячном выражении против прошлого роста на 0,8%. И то, что промышленное производство продолжает слабеть, это уже настоящий тренд, который указывает на то, что он может привести к серьезным потерям по экономическому восстановлению. И в целом говорит о том, что сектор явно утратил импульс, который когда-то многими экономистами воспринимался как драйвер для роста ВВП Германии на перспективу, скажем, 2-го года 2016 года. Я еще тогда, даже в начале 2016 года говорил, что нам на хорошие статистики ориентироваться не стоит, она будет только становиться все хуже и хуже. И сейчас мы понимаем то, что из-за Брэкзита на самом деле негативные цифры могут быть усилены многократно. И это может оказать еще большее давление на европейскую валюту, подстегнуть интересы к возможным стимулам со стороны Европейского Центрального Банка и отправить пару евро-доллар как раз к поддержке 1,10. Американский макроэкономический фонд. Вчера был представлен статистикой ADP по состоянию рынка труда. Вы прекрасно видели, что отчет оказался очень хорошим. 175 тысяч новых рабочих мест против прошлой оценки, прошлой цифры 159 тысяч. Соответственно, ADP предваряет non-farm payrolls. Отталкиваясь от хорошей статистики по ADP, у нас есть и основания полагать, что и non-farm payrolls. Также не разочарует. И важно то, что рынок труда – это, к примеру, не рядовая статистика по динамике промышленности, либо индексу бизнес-оптимизма. Это тот самый сектор, который является вдохновляющим для представителей ФРС в вопросе повышения процентных ставок. И если у нас будет и со стороны официалов подтвержден этот позитив, значит вероятность разгона процентных ставок снова повысится. Мы к этому готовы уже давно, поскольку знаем, что американский рынок труда динамично продолжает создавать рабочие места. Осталось только дождаться роста индекса потребительских цен и точно убедиться в том, что Англия и факты его выхода из состава ЕС не создаст каких-то препятствий для экономического роста американской экономики. И также отмечу, что вчера трейдеры не проигнорировали протокол ЕЦБ, в ходе которых было сделано несколько комментариев. Самый важный из них то, что европейский регулятор будет продолжать действовать в рамках своего мандата и для достижения целевого показателя по инфляции продолжат применять качественные и количественные инструменты монетарной политики. Вы прекрасно понимаете то, что такой слоган, по сути, является открытой дорогой для решительности, которая последует в ближайшее время. Для национальной валюты это слабость, поэтому 1.10 – это ближайшая цель, которую уже можно рассматривать даже не в качестве ориентира, а просто перевалочного пункта, который мы пройдем и двинем на уровень следующей поддержки уже в районе 1.05. Я надеюсь, что многие из вас уже в короткой сделке и, собственно, так же, как и я, ждут дальнейшего ослабления, которое может произойти в любой момент. Сегодня мы следим за Non-Farm Parals, также отчет, который повлияет на динамику доллара и, соответственно, скажется, на рисковых инструментах. Но, как я уже сказал, у нас есть хорошая цифра по EDP, и она позволяет нам сделать ставку на то, что и Non-Farm Parals подстегнет интерес к доллару и спровоцирует ослабление европейского валютного актива. Дальше идем. Фунт против американца. Также корректируются актуальные котировки сейчас 1.29.55. Вчера на настроение торговцев, собственно, британцам, повлияли данные по промышленному производству, обрабатывающая промышленность в целом, состояние этого сектора. Статистика снова плохая, как и ожидалось. Минус 0,5% спада общего, собственно, промышленного производства, обрабатывающей промышленности, также такие же потери. Соответственно, промышленное производство, которое выступало одним из компонентов роста ВВП, уже, скажем, складывает в себя эти полномочия и, к сожалению, не может уже претендовать на то, чтобы подстегивать хорошие темпы экономического восстановления. Сфера услуг еще более определяющая позиция. Но мы помним, что последним индексом деловой активности и на нее рассчитывать не стоит. Поэтому даже без Брекзита, к сожалению, хорошей статистики мы бы не увидели. Но вот Брекзит серьезно подпортил картину, что заставило Банк Англии действовать более быстро, проактивно через пакеты экономических стимулов. Вслед за снижением обязательных нормативов резервирования мы ждем сейчас заседание Банка Англии, которое состоится уже на следующей неделе. И, как я уже говорил вам, мы настраиваемся на то, что в ходе этого заседания Банк Англии снизит процентную ставку, может быть на 0,25%. Для начала неплохо. Если это случится, то фунт быстро окажется в числе прежних основных аутсайдеров, закрепится ниже 1,28% и будет претендовать на уход к поддержке 1,25%. И поскольку вслед за решением по снижению процентной ставки может последовать еще, может быть, один или два шага до конца 2016 года, этот прессинг будет сохраняться. Я думаю, что до следующей недели у нас остается буквально несколько полноценных торговых сессий. И британцу, в принципе, уже пора начинать дисконтировать подобный шаг со стороны регулятора в свою стоимость. Поэтому сегодня я также призываю вас к тому, чтобы продавать фунт, не обращая внимания на высокую волатильность. Да, мы видим, как пара фунт-доллар ходит на 100 пунктов вверх, 100 пунктов вниз. Но все равно именно медвежье позиционирование, оно становится более очевидным и прессинг сохраняется. Ставим на ослабление фунта и в качестве ближайшей цели можно отметить поддержку 1,28. Доллар японская иена. Здесь в целом за прошлую торговую сессию картина основополагающим образом не изменилась. Мы видим то, что периодически возникает спрос на японскую валюту. Это приводит к пару USD-иенок по ходу поддержки 100. Но как только этот уровень становится в непосредственной близости, все вспоминают про возможные интервенции со стороны Банка Японии. И тут же пара уходит выше 105. Актуальные актировки как раз со 105. В целом мы сейчас должны ориентироваться по этой валютной паре на американскую статистику, поскольку сегодня у нас не рядовой отчет, а с Non-Farm Parals важнейший релиз, который указывает на состояние сектора, важного для ФРС в контексте решения по повышению процентных ставок. Когда обсуждали ситуацию с евро, я в принципе уже немало остановился на этом фундаментальном фоне, повторяться не буду. Ждем хорошие цифры, ждем поддержки для доллара и, соответственно, ждем, как эта хорошая статистика отыграется, в том числе и в паре доллара-японская иена. Не забываем параллельно следить за японской валютой, поскольку у нас есть уже и заявление и Курады, и Синза Аба о том, что экономические стимулы неизбежны в ближайшее время. И если Банк Японии не мог найти основания для того, чтобы задействовать их раньше, может быть, тогда их вынудит сделать это тестирование поддержки 100 иен за доллар, поскольку текущее значение, опять же, даже 100 иен точно, является просто губительным курсом для национальных производителей. Об этом, в частности, уже стало ясно по оценке бизнес-оптимизма, который серьезно просел от после того, как японская валюта окрепла против доллара и пара USDN опустилась ниже отметки 110 иен за доллар. Сейчас уже еще минус 10% и, соответственно, ситуация обострилась серьезнее. Помимо рынка труда, а в частности по количеству новых рабочих мест, я традиционно призываю вас обратить внимание на статистику по заработным платам, поскольку этот отчет является предваряющим будущего показателя CPI индекса потребительских цен. И если зарплаты снова укажут на прирост больше, чем 2%, значит, вероятность дождаться и роста индекса потребительских цен станет выше. И вероятность того, что ФРС может обозначить более жесткую риторику, также станет повыше. Сегодняшний фон, как я уже отметил, давайте уже подводить итоги по паре USDJPY буквально со всех сторон указывает на то, что мы можем закрыть день рядом с отметкой 101. В идеале бы даже в районе 101,5. И если все сложится так, как бы нам хотелось, так же, как и другим покупателям доллара, тогда мы сможем сегодня на экранах, соответственно, своих терминалов увидеть, собственно, тестирование подобных ценовых рубежей. Из других валютных пар в целом отметить нечего. Мы понимаем, что сейчас для рисковых инструментов подавляющим образом будет влиять на них Non-Farm Parals, поэтому давайте следить за этим отчетом. Напоминаю, сильная статистика, поддержка для доллара, слабость для рисковых инструментов. Доллар-канадец, вчера мы останавливались на этой валютной паре, сейчас актуальны котировки 1.3010, мы торгуемся выше поддержки 1.30. Напоминаю и призываю вас к тому, чтобы ни в коем случае не давать заднюю и ждать следующего сопротивления 1.32, потому что даже сегодня у нас есть возможность добраться до этого ценового рубежа. Собственно, из важных отчетов сегодняшней торговой сессии стоит обратить внимание на рынок труда Англии в 16.30, в 17.30, еще, точнее в 15.30, в 16.30 выйдет аналогичная статистика по рынку труда, только уже Канад. Вот в понедельник мы уже подведем итоги этого релиза, но я думаю, что мы получим только еще один сигнал давления на канадскую валюту. И в 20.00 отчет от Baker Hudges очередной прирост количества буровых позволит Brent закрыть сегодняшнюю торговую сессию возможно даже ниже 46 долларов за баррель. Кодовое слово на сегодня безработица. Величина бонуса под стать такому серьезному событию, способному спровоцировать повышенную волатильность 17%, действует он до следующего брифинга, который состоится в понедельник. Не забывайте также, что в понедельник у нас еще и традиционный вебинар в 16.30, где мы еще раз подведем итоги прошлой недели и посмотрим, на какие события стоит ориентироваться в ходе предстоящих торговых пяти дней. На этом все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш специальный канал на YouTube, комментировать видео и ставить ваши лайки, которые, как и всегда, имеют очень большое значение, в том числе и лично для меня. Спасибо за внимание. Хорошей и удачной торговой сессии, попутного тренда. Увидимся в понедельник. Всего доброго. До свидания.